Перса не будет, ни одного шанса в этом бою Ты психологически просто сломаешься в моменте Попутаешь от боли Толя собирается взыскать с вас деньги за разгромленную студию Почему бой не состоялся раньше? Человеку пахнет страхом От него воняет там, прям за километр Лицемерная, лживая, трусливая обезьянка Думаешь ли ты о возможности досрочного завершения данного противостояния? Почему он пожалел Али по боксу и не будет ли он жалеть Перса по кулакам? А кого ты ненавидишь больше, Хамзата или Перса? Комуков больше не проиграет Хамзат Кто теперь тебе пишет сценарий на конференции, ведь Светлана ушла? Виталий Тарасов Будет ли реванш с Белазом? Ответ на этот вопрос ждут достаточно многие Как думаешь, возможен ли он? Вообще ни о чем не жалею Что должно было случиться, то и случилось Ну что, ребят, всем привет А сегодня мы приехали к Мухаммеду Кибергу Калмыкову Спросим, что у него произошло больше, чем за год Как он переживал свои поражения Что он думает о своем предстоящем бою с Мухаммедом Персом Хайбати И пообщаемся с его новым тренером Узнаем, в какой он форме и что там вообще с весом Ну что, Мухаммед, уже больше года прошло с момента нашего с тобой Первого и последнего интервью, но уже не последнего Мы не в Таиланде, мы в Москве Этот год для тебя был достаточно тяжелым Особенно эмоционально И сегодня я хочу, чтобы ты рассказал Какие изменения в твоей жизни произошли за этот год С чего ты решила, что тяжелый год был? Ну, два поражения Для любого спортсмена это не так Тем более бой с Хамзатом для тебя был принципиальным Для кого-то эмоционально было Для меня это игра Я кайфанул, так сказать, новые ощущения То есть ты не расстраивался даже? Не на минутку? Я наоборот хотел такого поражения Ну не такого поражения, но поражения, чтобы перезагрузиться Я перезагрузился В том нашем интервью ты сказал, что твое поражение будет таким, что тебе будут все завидовать Мое поражение будет завидовать мне многие победители Настолько красиво я проиграю Я же говорил, не так я хотел проиграть Но что случилось, что случилось Главное, перезагрузился Начал подходить к тренировочному процессу более серьезно, ответственно Ну и вот последние два-три боя вы сами все видели Какие у тебя прогнозы на бой с Персом? Прогнозов нету Я выйду туда отдыхать, расслабляться Как думаешь, у Перса есть шанс в этом бою? У кого-то может и есть, но у Перса не будет ни одного шанса в этом бою Я ему не дам такую возможность Смотри, у тебя был принципиальный бой с Хамзатом Вышел ли ты на него на эмоциях? Эмоции или сыграли роль в том, что Хамзат смог по тебе попасть? Такое сложное, нет, я эмоции убрал в сторонку в этом бою Просто я ожидал больше от него И во втором раунде понял, что он ни о чем Или ослабился Хотел ощутить какие-то там Ну, опасность от него, что ли, да? Видимо, ощутил, да А с Персом? С Персом я не буду вообще расслабляться Концентрация от начала до конца будет все пять раундов Собираешься ли ты завершить бой досрочно? Если он не постучит, не сдастся вот так, то нет Я не собираюсь Я буду добивать его, растягивать удовольствие Где-то там он пошатнется, а я подожду, пока он восстановится Дальше буду добивать Еще, еще, еще Ну, такой расскажу Музахист Ну, да, да, своего рода, да Кошмар какой Вообще, ваш конфликт с Персом имеет начало Чуть ли не с начала становления хардкора Ну, там, чуть-чуть попозже Этот бой, он финиширует вашу ненависть? Вы сможете хотя бы просто сидеть на диванах и не драться? Или на подкастах не переворачивать столы? Я думаю, нет, нет Мы с ними и так пробовали, и так пробовали общаться за столом Но он тупой, обезьяна, не понимает И надо таким людям чуть по-другому доводить до них, объяснять Через кнуты И потихоньку к этому придем, но не сейчас Тут прошел слушок, что Толя собирается взыскать с вас деньги за разгромленную студию Так ли это? Никто не забирал, Толя попытается забрать Нет, такого не будет никогда в жизни Никогда Ты уверен? Сто процентов Хорошо Какими тремя прилагательными Или там двумя прилагательными в конце существительное Ты можешь аккортилизовать персидского дагестанца? Лицемерная, лживая, трусливая обезьянка Получается, четыре, да? Да, но ничего Ничего будет Варяг представляет собственную линейку премиальных витаминов и минералов Комплекс из четырех позиций для поддержания здоровья и повышения уровня энергии А также восполнение базовых дефицитов организма Итак, первый Элементс фо мен Это комплексный препарат, который играет ключевую роль в поддержании мужского здоровья И оказывает всестороннюю поддержку вашему организму Витамины, минералы, входящие в состав каждой капсулы, специально подобраны для мужчин, занимающихся спортом Омега-3 Омега-3 – это препарат, который является ценным источником множества полезных веществ Суперсостав БАДА, ПНЖК Омега-3, содержание 1000 мг, 52,5% от суточной нормы Благодаря высокому содержанию Омега-3 и других жирных кислот Наш ультракомплекс Омега обеспечивает поддержку здоровья сердца и сосудов Способствует укреплению иммунитета, повышению энергии и общей физической выносливости Айрон – железо Это важный мужской минерал, который играет ключевую роль в поддержании здоровья Он помогает восстановить нормальный уровень ферритина в организме Что особенно важно для активных людей, включая спортсменов и тех, кто занимается единоборством Ну и заключительная позиция – это цинк Цитрат цинка играет ключевую роль в поддержке мужского здоровья Способствуя нормализации уровня тестостерона и обеспечивая сохранение энергии и выносливости Он также необходим для поддержания иммунитета, укрепления костей и мышц, а также здорового состояния кожи и волос Витамины и минералы для тех, кто заботится о своем здоровье Мы точно знаем, что нужно для тренировок на высоком уровне Но приобрести этот комплекс можно во всех клубах «Варяг» А также по ссылке в описании Давай, Элберис! Думаешь ли ты о том, что когда-нибудь вы с ним сможете общаться? Нет, с такими людьми я не общаюсь Таких людей, ну, я чуть по-другому веду дела с ними Сейчас твоя самая большая проблема, как я понимаю… Такие «принеси, унеси, унес» Вот А, то есть ты будешь его использовать как прислугу? Ну, ты так жестко сказал, конечно, но… Я как бы переформатировал то, что сказал ты «принеси, унеси» Ну, люди поймут Хорошо Смотри Сейчас, как я понимаю, твоя самая большая проблема – это вес Сколько тебе осталось согнать, как ты гоняешь И вот его брат, например, не был в весе в день взвешивания Как думаешь, будет ли в весе перс? Или тоже подумает, что, ну, он вряд ли сделает, так что мне можно не заморачиваться? Нет, перс, я думаю, будет в весе Насчет своего веса я не переживаю Раньше переживал, сейчас нет Спокойно подойдем к весе Вот Мы все раз запланировали Подошли, получается, к пику И хвой перенесли Сейчас вот заново Через все это надо будет проходить Ну, ничего страшного И не через такое проходили Справимся Расскажи свое меню Как ты питаешься? Сколько приемов пищи? Ну, тут четыре приема пищи Питаешь правильно Пью много воды Ну, как обычно, вся спортсменная делает Сам готовишь? Да Приходится Но, Мухаммед, насчет твоей подготовки Я приехала к тебе не с пустыми руками И хочу кое-что тебе подарить Что обязательно тебе поможет Первое Это энергетический напиток Варяг Они создали энергетический напиток Совместно с компанией Абрау Непосредственно Абрау Это Горное озеро И вода На основе которой Производится этот энергетик Берет именно там Поэтому я думаю, что тебе Обязательно в тренировках Это поможет У них есть несколько вкусов Все они Очень приятные Я тебе привезла все Оставила там Так что сможешь попробовать И Перед тренировочкой И газ в пол И погнали После боя Конечно Обязательно попробую И еще один подарок Это комплекс витаминов От варяга Здесь есть все необходимое Для того, чтобы ты подготовился к бою Прошел уверенную подготовку Комплекс состоит из четырех позиций Для поддержания здоровья Повышения уровня энергии Ну и также Выполнение базовых функций организма Спасибо большое Это пригодится мне реально Четко-четко Далеко ли находится этот зал от твоего дома? Тяжело ли добираться? И вообще в принципе Это на самом деле Уже не Магомеда Исакова Как так получилось? Мне казалось, что вы с ним хорошо сработались Но сейчас я вижу Что ты тренируешься с другим тренером Да, я поменял кэмп Сейчас занимаюсь С Рашидом Мурачаевым До зала добираться Ну так же Да, так и до Магомеда Исакова Тут все рядышком Час туда, час обратно Ну от того, что Устоешь дороги? Зал называется Боец 21 века Очень крутой зал Все есть Почему я поменял кэмп? Ну Рашид Начал тренировать в другом месте И Я перешел к нему Именно подводка психологическая Очень важна в этом Ну В кулачном Более И у меня сильно Относительно помогает в этом Видение хорошее Анализ хорошее И Все то, что нужно Расписано все От и до Каждый день Что я буду делать Что я буду есть И так далее Все Окружают меня Грамотные специалисты Лучшие в своем деле Рашид В плане кулачной подготовки В плане Физической подготовки И общего состояния И реабилитации Рамазан С моей командой Pride Николай Тим Кстати Чуть попрощить Познакомлю вас с ним С Рашидом И с Рамазаном Они расскажут Про мое состояние Как я пришел Какой сейчас И какой буду в бою Это вас удивит Они предсказатели? Да А я смогу Ручку Чтобы они мне Посмотрели? Да Они как раз Трусы ванги Одели И смогут Все предсказывать Все Так я прям Сейчас хочу Расскажи Что на тебе Я пока скажу Чтобы не погадали Это же Знаешь Трусы ванги Кто одевает? А где они взяли? На Авито? Валбрис 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 Уже должны нам платить За рекламу Мне кажется Смотри Во всех стычках Которые у тебя были С персом Во всяком случае Зрителям Казалось О том Что перс Одерживает На тобой победу Что он всегда Оказывался сверху Наверное Это надо Переделать Вот это На тизер Филолог Вышел Да Смотри Во всех Ваших стычках С персом Во всяком случае Зрителям Так казалось Что перс Имел явное Преимущество Не боишься Ли ты Что в бою Может произойти Так же Туда Туда не выходит Со страхом А не боишься Нет Я ко всему Готов К его Клинчам К его Грязному Бою К его Прео Всяким Вот этим Выходком Я И психологически И функционально И физически Готов Новый продукт Варяг Байя Брау Был создан Сетью Фитнес-клубов Варяг Совместно С Абрау Дюрсо Линейка напитков Представлена Тремя вкусами Природы Севера Это Лесные ягоды Яблоко Бузина И Дикий виноград Напитки Варяг Байя Брау Производятся На основе воды Которую добывают В предгорьях Северного Кавказа Ведь именно там Берет свое начало Озеро Абрау Оптимальное соотношение Кофеина И Таурина Подарит Бодрость Энергию Для покорения Новых вершин Варяг Зарядись Выносливостью И энергией Для новых побед Ребят Ну а если вы еще Не успели попробовать Скорее Ссылка в описании К выпуску Самокат И озон Удачи Как думаешь Он сразу Рванется На тебя Полетит Или будет Щупать Держать Дистанцию Слушай От человека Он попытается Сразу Какой-то выход Сделать Но у него Это не получится После этого Он будет Избегать Боя И будет Бегать Выкидывать Удары Непонятные Я тебе Предсказываю Как бой Пройдет А вот Тебя тоже Сейчас Извини Нет Я снял Он у вас Одни на всех Что Он будет Избегать Боя А ты будешь Его догонять То есть Вы будете Играть В салфе Я не буду Догонять Я его буду Провоцировать На его Ошибку От человека Пахнет Когда он боится От человека Пахнет Страхом От него Воняет Прямо За километр Прямо Когда на конференции Прихожу Этот запах Ни с чем не спутан Так что Я уверен Что все спокойно Пройдет Вообще Не заморачиваюсь Я уберу Все свои То что было Вот Агрессию И так далее Добро Все что происходило Я уберу В сторонку И выйдет Мухаммед Кимир Каламуков Потому что Сосредоточен Концентрирован И нацелен На победу У вас Абсолютно Рекорд По прогреву Боя Если это Можно так Назвать Почему Бой не состоялся Раньше Раньше Когда Когда У вас Был Просто Апофеоз Конфликта Даже Там Первые Которые У вас Были Почему Тогда Не было Боя Ведь Тогда Тебе Было Легче Согнать До 80 Ну Да Ну Знаешь То Он Не соглашался То Я Не соглашался Имеется Ввиду Он Хотел Сначала По ММА Потом По Кулакам Но Я Чувствовал Что Потом По Кулакам Не выйдет Самое Если Я По ММА Выйду А Сейчас Я Знаю Что Он Если Выдет По Кулакам По ММА Сто Процентов Состоится Не Состоится Состоится Потому Что Я Тыфу В Комне Цинбре Вот Поэтому И не Состоялось До Сих Хор А После Боя С Его Братом Я Гонял До 81 То 81 С Поварены И Он Понимает Что Короткое Время Прям Для Восстановления И Он Согласился На Этот Бой Даже Ну На Это Пошел У нас Очень Хорошо Давай Раз Раз Ты Согласился С Кайфом Главное Не соскочил Чтобы Не соскочил Сразу Подписал Все Контракты И На Имама И На Кулаки И Все А Ты Успеешь Задин Реабилитироваться Конечно Успеем Я же Говорю У меня Окружают Прямотные Специалисты Так Что Все Четко Будет Рашид Ну Что За Исключением Варенья Этот Момент Мы Разумеется Опустим Как В целом Сейчас Проходит Подготовка У Мухаммед Это Третья Подготовка Уже Которую Он Ведет С тобой Ну И Непосредственно Что Сейчас Происходит С ним По Этапу Подготовки Мы Уже Были На Завершении Исходя Из Последних Случаев Придется Пик Перенести Сейчас У Нас Эта Неделя Спад И Со Следующей Недели Мы Плодотворно Опять Начнем Загружаться Он Был Близок К Пиковой Форме Практически Да На Завершение Ну То То Есть Он И Чувствует Себя Хорошо Чувствовал Себя Хорошо Ментально Был Готов Физически Готов Дышал Хорошо Был Предпоследний Заключительный Боевой Спальник У Меня Меня Пугает Его Вес Ну С весом Конечно У нас Всегда Были Проблемы Но В этот Раз Вроде Появились Ребята Рамазан Появился Со Всеми Усилиями Пробуем Я думаю Может Все-таки Сможем Найти Некую Середину Чтобы Уже С весом Не возникало Больше Проблем Еще Учитывая Что Сейчас И 17 Килограмм Пришлось Гонять Вот Это Конечно На Грус Как Думаешь За Один День Реабилитации Он Успеет Прийти В себя И Показать Свою Пиковую Форму Которой Ты Его Подведешь На Сегодняшний День Самая Большая Проблема Это Восстановительный Процесс Я Честно Думаю Об этом Нежели О подготовке И Его Состояние Будем Надеяться На Лучшее Никаких Сомнений В голове Ни У меня Нет Но Как Говорится Будем Все Делать С Никулиным Ну Учитывая Что Бой С Никулиным Был Два Года Назад Кулачка Уже Выросла Тренера Уже Тоже Стали Более Опытные Естественно Какая Подготовка Будет Под Калмыков Я Знаю Он В Дагестане Тренируется С неплохим Тренером Естественно Да Какие Наработки В любом Случай Будет Но У нас Будет И план А И план Б Будем Опять Таки Стараться Будем Готовы Ко всему Мухаммед Достаточно Эмоциональный Все-таки Человек Пускает Ли он Иногда Эмоции В ход Во время Тренировки Ну Кстати Он Сказал Что Ты Можешь Подзательник На тренировке Дать Ну Подзательник Наверное Нет Он Уже Не маленький Парень Более Профессионал Но Строго Естественно Дисциплина Во время Тренировки У нас Должна Да Бывает Человек Пришли мы с ним Что нужно делать В моменты Когда Калмыков Психует Поделись Я сразу Ему говорю Что это В первую очередь Нужно ему А не мне И поэтому Исходя из этого Если он будет Каждый раз Позволять себе Такое Естественно Исход будет Не в его сторону Поэтому Ну Ты думаешь Перс полетит Или он Будет Аккуратничать Сейчас На камеру Наверное Не буду говорить Что Ну Либо будет Действовать По плану Как он уже Сказал В каком-то Интервью Я слышал Что он будет Действовать По плану Если план Не будет Он будет Рубиться Но мы готовы И к рубке И готовы К его Каким-то Неожиданностям Взрывом Приблизительно Я понимаю Что будет Но я думаю Будем готовы Мухаммед Сказал Что хочет Провести Всю дистанцию И все Пять раундов Сильно По-мазокистски Избивать Перса Ты как Думаешь И думаешь Ли ты О возможности Досрочного Завершения Данного Противостояния Учитывая Что это Кулачка Скорее всего Больше вероятности Бывает Что бои Не доходят До решения Судей Но здесь Такой бой Вязкий Будет Опять-таки Если Мухаммед Восстановится Хорошо То я ожидаю Что будет Все быстрее Чем вес А так Готовы И к пяти раундам Какие самые Сильные стороны Есть у Мухаммеда Что его Отличает От других Бойцов Которых Тренируются Во-первых У него Неординарная Техника Во-вторых Он смог Текландийский стиль Превратит Под кулачный бой Учитывая То что он набрал вес И стал Более медленным Вот это Сказалось Наверное На его Кондициях А так Из всех Кулачных боев Бойцов Он более Нестандартный Неудобный Ну что Я тебе Говорю Спасибо большое За то Что ты Его Тренируешь За то Что ты Его Готовишь И тебе Спасибо За то Что ты Его Терпишь На Слыханном Что происходит Я Спросила Что нужно Говорить В момент Когда Мсюн Это Нужно Тебе Больше Нет Это Нужно Тебе А не Мне Ну Руку Ему Поднимут Его Поздравят Ему На Карту Зак Нет Ну Понятно Ну Говорить О том Что Это Нужно Тебе Конечно Кричать Или Спокойно Тони Кричать Когда Человек В стрессе Я думаю Нелогично Лучше Перетерпеть А потом Уже Спокойно Обсудить Я тебе Желаю Знаешь Что самое Главное Терпение Спасибо Вот Терпение И сил Я надеюсь Что Все Получится И Этот бой Будет Грандиозным По просмотрам Тодали До встречи Иди Тогда Сделай Так Чтобы Сил Ты Разумеется Определенно Уверен В исходе Боя В твою пользу Да Если Это Не получится Сделать Будешь Ли ты Просить Реванш Само Собой Конечно Но Я об этом Не думаю Я уже Думаю На ММА Я уже Я уже Прошел Уверенно И технично Меня Он не остановит Я уже Думаю На ММА Когда Что Когда Запланировать Бой Так что Об этом Ты глупый Вопрос Садаешь Сейчас Как думаешь Сколько тебе Времени Потребуется Для подготовки По ММА Это же Абсолютно Другая Дисциплина Между Кулаками И боксом Там Разберусь Сначала После этого Боя с Хламзатом Там Еще посмотрим Не знаю Какие Остались У меня Соперники И также Уже Переключусь На ММА На ММА Мне надо Три Три Месяца Минимум На подготовку Ты будешь Здесь же Заниматься Да Посмотрим Не знаю По ситуации Но На самом деле По ММА Мне кажется Что для тебя Будет самое главное Его Либо твоими Потрясающими Просто Ногами Попасть Ему По голове Потому что С ним Точно Нужно Переходить В парте А он Не вывезет Он Просто Знаешь Я с ним Не боролся Еще Так Особо Он Недооценивает Мою борьбу У меня Борьба Есть Хорошая Психонсуевская Год Занимался Как Никак И Это Осталось У меня До сих пор Я Я Впечатлю Своей борьбой Над Грептлингом Я поработаю Над Защитой Поработаю Еще Чуть И все Стойка Есть Чувство Дистанции Чуйка Все Есть Функционал Подработаем Подведем Подэмноман Ничего Такого Проблемного Нет В прошлом Интервью О том Что ты Говорил Что У тебя Сбылась Одна Из меч Твоего Детства Что Ты Смог Помогать Родителям Расскажи Как Твои Родители Отреагировали На Твое Первое Поражение Ну Отец Вот Что Он Тебе Сказал Я даже Не помню Чего Он сказал Я По-моему Ну То Что Молодец Ничего Страшного Все впереди Или Да Как Ты Так Мог Нет Такого Не Говорил Как Так Мог Я Не Помню Дословно Но Он Не критиковал Меня Ничего Сказал Ничего Страшного Больше Тренюсь И Все Будет Все Сказал Что Больше Не пропускал Треневок Чтобы Потом Не Жалеть Так Как Сейчас Он Не До Этого Мне Говорил Эти Слова Но Я Только Сейчас Это Осознал Поэтому С утра Домой В зале Бывает Такое Что Пропускаешь Тренировки Темки Мутки Суета Вся 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 Бывает Отрабатываю То Расшир Строгий Тренер Да Подзатыльник Может Дать Спокойно Это Опасно Это Риск Тренировки 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 На Движение На Передвижение На Защиту На Тонкости Для Ягод Кобу Убираю Вот Эти Ошибки Не Стравляем Вот Про Это Я Хотела Спросить Что Белаж Что Хамзат Это Вот Удар Сейчас Ты Это Видишь Да Это Мы Все Спокойно А Как Думаешь Перс Будет Делать Акцент На Этому Ударе Попытается Попасть Он Только На Это Будет Делать Акцент Вот И Все То Ты Думаешь Что Он Просто Вот Так Будет На Тебя Как Всегда Он Не Боксер Больше Он Ничего Не Умеет Ты Смотрел Бой С Никулиным Да Смотрел Да Ну Вот Что Тогда Было Не так Или Тимур Выиграл На Самом Деле Просто Отдали Победу Перс Как Ты Считаешь Один Аут Посмотрел Полностью Не Смотрел Так Не Скажу Сейчас Голые Кулаки Перс Ты Попадешь Один Удра Удар Выкинешь Поймешь Что Кулаки Очень Сильно Болят И Ты Второй Раз Уже Не Захочешь Бить Там Ты Психологически Просто Сломаешься В Моменте Попутаешь От Боли Это Не Каждый Может Осилить Так Что Берегись Ты Моя Стихия И Мы Приконимся С тобой Как Твоя Рука Чувствует Тебя После Перелома Болит Ли Или Нет Вообще Шикарно Не болит Ничего Так Все Срослось Да Ты Что Киборг Спасибо Хирургу Рогову Юрию Рогову Ты Легенда Очень Умал И Реально Вообще Даже На погоду Обычно Перелом Вообще Ничего Спокойно Все Блин Как Так Я На погоду И спина И бедро Блин Хожу Хромая Значит Никаких Травм Ничего Нет Все Хорошо Может Откачать Чуть-чуть Киборга И себе Чтобы Тоже Все Восстановилось И так Как-то Хоть чуть-чуть Может быть Мне полегче Будет На погоду Не знаю Не уверен Как это Женщина Халк Добус Вполне Возможно Женщина Киборг Вполне Возможно Если у тебя Сейчас Контракт С Хардкором Предлагают Ли Что-то Другие Лиги И Какие У тебя В принципе Планы На Будущее Потому Что Ты Наверное Единственный Боец Который С первого Сезона Который Действительно Легенда И Который Нигде Еще Не выступал Кроме Хардкора Ну Смотри Заманчив Заманчив Контракты Предлагают Но Я с Хардкором Контракт Еще есть Боев Будешь Пролонгировать Пролонгировать Я думаю Хардкор В плане Гонорара Мне Не станет Никак Не принижать И Вполне Достойный Гонорар Предложит Тогда Да Но Если Другая Лига Как Никак Как ты Сказала От начала До конца С Хардкором И Я думаю Они оценят Мухаммед Легенда Хорош Но Смотри Если Другая Лига Тебе Предложат Сумму Больше Ты Перейдешь Я Посоветуюсь С Анатолием Юрьевичем Поговорю С ним И Там Уже Будет Решение Вообще По-любому Так Втихаря Не пойду Подируюсь Даже Если Не будет У меня Контракта Нет Такого Не будет Смотри Многие Бойцы Жалуются На то Что Они Ни разу Не общались С Анатолием Напрямую По поводу Твоих Боев По поводу Всех Насущных Дел Общаешься Все Все Момент И С тех Пор Да Ну Ну Как тебе Сказать То ли Умный Парень И Мне тяжело С ним По поводу Дел Общаться Самокритично Ты Сейчас Как будто Сказал Типа Толи Умный А я Не очень Поэтому Я не могу С ним Общаться Ну Как Есть Тяжело Да Тяжело И Я По поводу Денег Не привык Разговаривать Виталий Тарас Все моменты Решает Это удобно Ну С Виталиком Ты про деньги Говоришь Конечно Он через меня Все передает Ему Конечное Решение За мной То есть Он звено Такое Да Как обычно Я в своем Инстаграме Объявила Набор Вопросов Для Мухаммеда Ребят На самом деле Мухаммед Это рекордсмен По количеству Вопросов И у тебя Есть самый Ярый фанат Который Задал Более 40 Вопросов Тебе Итак Ну что Ребят Рубрика Вопросы Из Инстаграма Светочки Что Вы Видели Количество Просто Вопросов Это Ну Можно Это Жесть Интересно Если Я так скажу Про себя Задайте Вопрос Будет Что Нибудь Какие-нибудь Интересные Вопросы Кроме Как Про тебя Братья Или Вы С Никулиным Как Никак Мы В одной Команде Уже Да Мы Общаемся Очень Хорошо И Ну Поближе Начали Общаться Нежели Там Он же Хороший Он Прикольный Тип И Как В команду Пришел Уже Более Теп И Близкие Отношения У нас Почему Не дерется По правилам Кикбоксинга Ведь ноги У него Сумасшедшие Как и руки Толя Обещал Открыть Руки И ноги Но До сих пор Что-то не Открыл Я Очень Хочу Этого Я Прям Залетел Бо Туда Это Будет Красочно Кстати Я Не буду Называть Лигу Но В других Лигах Предлагали Мне Они Собираются Открывать С ногами Да С ногами И Если Толь Ты не Откроешь Я По-любому Пойду Толь У меня Ноги Уже Сами По себе Летают Поначалу А ты До сих Хор Можешь На шпагате Сидеть Между двух Столь Покажешься Одинам Нет Сейчас Не могу Вес набрал Не могу Надо Вес Подкинуть И я Все Спокойно Когда Ты Уже Женишься Не Надоела Холостяцкая Жизнь Пока Хардкор Счастует Невариант Так В том Интервью Ты Сказал Что Ты Женился И Порекомендовал Никому Больше Так Не Рисковать Так Если Калмыков Снова Проиграет Хамзату Бросит Леон Бои Калмыков Больше Не Проиграет Хамзат Не Проиграет Кто Теперь Себе Пишет Сценарий На Конференции Ведь Светлана Ушла Виталий Тарасов Я Не Писала Никогда Сценарий На Конференции Я Снимала Фильма Про Бойцов Ребят Так И Если Прям Пишет А Виталий Прям Срочно Ручка Ты Учишь Еще Зауч Успеваешь Нет Ну Приходится Ну Я Стараюсь Ночами Даже Зубью Читаю Почему Ты Остаешься Таким Высокомерным Тебя Уже Нокаутировали И второй Раз Выиграли Почему Ладно Я Просто Хотела Тебя Зачитить Что Ты Не Высокомерный А Нормальный Но Да Ладно Ну Знаешь На Камеру Так Кажется Да Мне Многие Говорят Об Даже Близ По-другому Никак Нужно Себя Контролировать Как говорится Пытаюсь Себя Сдерживать Не знаю Родители Смотрят Там Смотрят Что-то Не так Сделаешь Отвечет Придется Стыдно Во многих Моментах Да Где-то Надо Промолчать Где-то Надо Гальзануть Но Гальзануть Как Чтобы Не опозориться Потом И так далее Много В голове Прокучивается И Из-за этого Чересчур Вот так Серьезно И кажется Что Ну Пускай Так и будет Ничего страшного Я от этого Мне Больше Не холодно О каких Моментах В жизни Ты жалеешь Я вот И так скажу Что вообще Ни о чем Не жалею Что должно Было случиться А то и случилось Если бы Эти моменты Не случились бы Сегодня Такого Киборга Не было бы Да Тяжелый Путь Да Чернестый Путь Но Это у меня Этот путь Помог Окрепнуть И стать Сильнее Духовно И физически Задайте Пожалуйста Вопрос Киборгу Даст ли он Руку Персу После боя Не Не дам На сколько Процентов Ты уже Сейчас Готов К бою Сперса Так На данный момент Именно на данный момент Сейчас Пациентов На 50 Потому что Висогонка И так далее И тому подобное Но Ты сможешь Выйти на пике Форма К этому бою Да Конечно Конечно Выйдем Что самое главное В жизни Ты сделал Для себя Ой Хороший вопрос Приобрел семью Попал в команду Николай Тим Приобрел друзей Порядочный Ценный Ты можешь Назвать Счастливым Человеком Сейчас Конечно Могу Да Конечно Могу Не называю Поднимал ли ты Когда-либо Руку на женщину Если да Идет ли это В шердок Нет Никогда Не было Такого И не будет Что нужно Сделать Чтоб тебя Вывести На эмоции Ну вот Может быть Какая-то ситуация За которую Действительно Сможешь Поднять Руку на женщину Нет Такого Никогда Не будет Жизнь Нет 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 Но настоящий Мужчина Никогда Не подним Женщину На женщину Руку Он должен Объяснять Доводить Словами Если не Понимает Словами Будет ли Реванш С Белазом Ответ На этот вопрос Ждут Достаточно Многие Как думаешь Возможен ли он И главное Это ты на него Написал заявление Чтобы он пояс вернул Я написал Это от меня Был вопрос Пояс Попрал его Тот вечер победил Не важно Как победил И так далее Но победил Рефери Поднял его руку Пояс Всего Он заслужил Забрал И никаких претензий У меня лично нет Это у Анатолиевича Претензий С Белазом Реванш Состоится Однозначно Сто процентов В каком бы он Статусе Не был Это бой состоится Это принципиально Ответ в расстоянии Кстати За него Придолжение Поступало Но я отказался Ураловси Да Но я отказался Пока что Хардкор Убилась Не хочет Вдраться В хардкоре Ну я думаю Что это уже Такой конфликт Который Как собственно Уникархо Я не думаю Что они уже Вернутся Хотя Не знаю Когда уходил Наврузов Тоже думали Что это навсегда Когда уходил Никуль Тоже думали Что это навсегда Но в итоге Все равно Все дерутся На хардкоре Поэтому Дальше Будет видно Назови бойцов Из лиги Кто к тебе Близок по технике И уровню А кому еще Как в присядку До Китая Азбаров Он в лиге еще Да Азбаров Матвайсян Матвайсян Хорош Золотой Золотой 70 Наврузов Я прошел Будем считать Но он сильный боец Как-то считаюсь Послушайте Наврузов Сильный боец Да Его челнок Лучше в России И мало кто мог бы Его победить Но я его просто Прочел И Переиграл головой А так По скорости Я не успевал За ним В бою Реально Не успевал Он меня бил В живот Я думаю Как так быстро Почему я не успеваю Ну Пересоился Прочел Прочел И Выиграл А так Он сильный боец Да Ну Мало Как сказать В кулач ему Фортанет Как думаешь По бою Тигран Матевосян Или Эмиль Наврузов Я думаю Тигран Матевосян Да Он Снесет Его Физика Физика Ну А Самат Или Тигран Самат Тигран То есть Тигран Это Будущий Чемпион Я думаю Да Он Голодный Он Амбициозный Он Техничный Он Сильный Взрывной Все Что В кулачке Нужно Все Прием Ну Хороший парень Это Однозначно Да Еще Он Очень Хороший Человек И Всегда Когда Я грустный Он Мне Сыпет Комплименты Тигр Ты Красавчик Так Какие В детстве У тебя Были Прозвища Помимо Киборга В школе Тебя же Не называли Еще Киборгом Да Оставь Да Обидно Обще Это Было Прозвища Были Но Это На Кабардинском Но Это Не Не буду Говорить Какой бы совет Ты дал бы себе Сейчас Глядя на Себя Двадцатилетнего Вот Ты увидел Двадцатилетнего Киборга Вот Ты к нему Подошел Что бы ты ему Сказал Я бы сказал Двигайся Так же Двигайся Так же Делай Так Как считаешь Нужным Живи По справедливости По части Достоинства И все Все так же Молодой Киборг Знает Что делать Собираешься Ли ты Провести Бой С Дани Бридовым Да Да Почему Нет Да По кулакам Или по боксу По кулакам Он хочет Еще по кикбоксингу Желание Ну Изъявил С Вартаньяном Но Зачем С Вартаньяном Пока Есть Колумков Я Ниже Уровнем Вартаньяна Однозначно Пока Один Но Бридовая Проблемы Создам Куда Там Ноги Пробью Ему Разок И все Я не знаю Почему Он туда полез Конечно По кулакам Конечно Стабиль Я готов А как думаешь Перс Тебя Боится Я же Сказал Километр Я его Запах Чувствую Понять Страх Ну так Значит После этого Боя Он вообще Не будет Приходить на конференции Где ты Он вообще Тогда не будет Приходить на конференции Где ты После этого Боя Если все Пойдет По плану Его Квартира Господи Его карьера Будет На закате Что ли А у него Уже На закате Его карьера Перса Переоценили Он больше Клоун Или боец Ты как думаешь Он Он Клоун По жизни По жизни И тут И там А по порядочности Его брат Али Или он Кто Более Адекватный Ни один Ни другой Ни один Ни другой Ну Ты Видел Видео Я тебе Скину Вставишь Хорошо И люди Поймут Уровень Их Порядочности Какое Именно Видео Я тебе Скину Где он Там Танцует С утюгом Шайтан Незаконченный Мухаммед Может быть Все-таки Есть Какие-то Вещи Которые Кардинально Поменялись В твоей Подготовке Ну Так Да 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 Я стал Амбассадором Компании Филиппа Динности Мне доставили Очень крутые Тренажеры До которых Я отрабатываю И Отрабатываю Удары Технику Даже На дом Доставили И это Очень удобно Филиппов Динности Визирующий бренд Профессионального Оборудования Для единоборств Основанный 28 лет назад Они уникальны Тем, что Создают новые Продукты Которые помогают Спортсменам Добиваться высот И мне Я посчастливилась Начать тренировки На их оборудовании А конкретно На спарринг Мартнера Филиппа Тренажер Многофункциональный И уникальный На нем Можно отрабатывать Дофига ударов Думаю Такой тренажер Подолжен Находиться В каждом доме Чтобы Можно было Не только Оттачивать Технику И учиться Само о броне Будет наш Шаг впереди Своего соперника Вместе С Филиппов Динности Все Вот сейчас Если нужно будет Переснять Будет проблема Вставай Вставай Все Так Мухаммед Скажи Кто из них Твой тренер Так И кто отвечает За функциональную Готовку Где Так Все Снимаем Да Да Так Вот Рамазан Отвечает За функциональную Подготовку Общее состояние Общее развитие За реабилитацию И так далее Он Поставил Мировой рекорд В про-версии Уникальный человек Так что Он с моей командой Николай Тим Рекорд почему? Пауэллифтинг Ну короче Не смотришь на его Что он Кудовый Кудовый Каждый Много Поднимает Короче Профессионал Своего дела Вот Рашид Тренер Мой тренер По кулачке Который полностью Отвечает За всю подготовку Кроме питания Да Кроме питания Он за варенье отвечает Короче Тактика План Ну проведение боя Подготовка Вся Все Все Хорошо Ты иди переодевайся А мы с ребятами Посплетничаем Пока про тебя Чтобы они тебя не боялись И рассказали мне Все Я хочу представить вам Владельство Этого спорткомплекса Который предоставил нам Возможность Тут Тут готовиться Да Надо Спасибо вам большое Важно Надеюсь Только пойдет на пользу Будут победы Оказывается У нас Очень много Общих знакомых Кабардио-Балкарь Мы сегодня Только узнаем Да Друзей Мы все Все равно Нас объединяет Спорт Да Мы все За спорт Удачи Спасибо Спасибо Все Я пошел Переодеваться Какие трудности В коммуникации С Мухаммедом Ты уже Успел Понять Ну Трудности В добывании Результата Присутствует То есть Он Очень Своенравный Если В моменте Ему покажется Что он считает Вот Это правильным То есть Его приходится Убеждать В том Что он Заблуждается С третьего раза Он это признает В любом случае Но изначально Он упирается То есть У него Упертый Гордый Характер И так далее Вот эти все Признаки В целом Они Отображаются На работе Без этих Качеств Он и не стал Чемпионом Особенно В таком Деле Как бы Нужно Работать С данностью Он есть Такой Такой Он есть Он не изменится Этот психотем Нужно использовать С максимальным КПД А вот Кровожадность Агрессия Мухаммада Это то Что гарантирует Ему результат Именно поэтому Он лучший в мире В самом жестоком Виде спорта У него есть специфика Он одаренный Ни один Как бы Специалист Не сможет Изменить Его работу Рашид Наш тренер По кулачке Работает Именно на тем Чтобы усиливать Сильные стороны Мухаммада Его специфический Стиль Просто Рашид Его Развивает Менять Кардинально Ничего Невозможно Что-то ему Объяснить Тоже Никто не сможет Потому что Этот стиль Он наработал Он его выработал Он придумал Его техника Строится На протяжении Всей жизни Он эту Насмотренность Собирал И теперь У него сформировался Определенный стиль Который никто Не сможет повторить Тип психики У него такой же Уникальный На самом деле Других спортсменов Я не видел На него похожих То есть Мы Работаем с данностью И эта данность Нам поможет И результаты достичь Его уникальность Это его сильная сторона В чем Мухаммад Превосходит Он его деклассирует Он превосходит Его во всем В первую очередь В ментальных качествах Когда На Помосте На ринге Встречается Воин И Подобие Как бы Человек Который имеет Только внешние Атрибуты Воина Но Очевидно Что он им Не является То Этот фактор Он проявится В бою Персу тяжело Будет Находиться в образе Будучи в третьем раунде Получая по голове Он выйдет из образа А Мухаммад Из образа Не выйдет Потому что Он живет Это его сущность Никаких шансов Я не вижу Перса Против Мухаммада Физподготовка На нашей стороне Технические аспекты На нашей стороне Ментальные аспекты Тоже на нашей стороне Что я для себя Да Я не привык Я не привык Я не привык Я же не перс Я же не Позицию жертвы Никогда не строил Из себя Я достойно принял Поражение Ушел И жалеть меня не надо И жалеть меня не надо Не-не-не-не-не-не Вы чего Много-много-много Хороших добрых дел дел делаем это все не показываем на камеру но она присутствует там кстати был вопрос про благотворительность продолжаешь ли ты этим заниматься а почему вот твоя позиция не показывает добрые дела на камеру то есть что все должно идти от души не нужно жить и вот это тоже есть да и вот это осталось у меня то что плохое она и так появляется до доброе также появится когда-то что-то появится ну я не привык это все усилить когда что-то дали чтобы люди тоже видели чтобы они тоже присоединились и мотивацию поднять иногда выкладываем такие ночи ночи солнце видео чтобы они тоже со сознанием появили помогли какие у вас сейчас отношения с хамзатом куриева дальше он меня не трогать его не трогаю такой пока что на расстоянии у тебя руки никакие а кого-то ненавидишь больше хамзата или перца обоих но сильнее ты можешь назвать это не на одном уровне я не надо ну там за хамзата порядочный будет перца до но есть понятия более-менее такие более-менее такие но перца больше невозможно но я желаю на самом деле тебе удачи и чтобы с весом все стало хорошо я иду за тобой я сорву тебя и съем